Далее мы переходим к программам Совета Министров Северных Стран. И поскольку по большей степени я буду представлять все эти программы для вас, но обязательно представлю своих коллег, советников, которые координируют эти программы или могут отвечать на более конкретные ваши вопросы и будут отвечать сегодня, кстати, на ваши вопросы в наших рабочих группах. Первым я бы хотел представить моего коллегу, который находится в Тарту. Это Мадис Канарбик. Мадис, кассаат коррак с микрофони, Люлитта, да, ульдамена тере. Перебываст, подел тервизи, Тартуст. Мадис у нас отвечает за программу мобильности государственного управления. Я тогда буду говорить об этой программе. Речь пойдет о программе мобильности государственного управления Балтийских и Северных Стран. Вот теперь, дорогие участники, вы можете приготовить бумагу, ручки и много-много записывать. Если будут вопросы возникать, тоже записывайте их сразу. Еще раз повторюсь, что после наших выступлений будут рабочие группы, где эти вопросы вы сможете задавать нашим советникам. Итак, что же это за программа? Это программа, которая подразумевает обмен опытом и знаниями в государственном секторе, причем на всех административных уровнях, на уровне государства, региона или же самоуправления. Сотрудничество и разработка каких-то эффективных методов работы, плюс к этому повышение конкурентоспособности, о чем мы тоже говорили, не забывайте о приоритетах. И ходатайствовать в эту программу могут участники или работники государственных или местных органов власти, как из стран Северной Европы, так и из стран Балтии. Здесь это могут быть индивидуальные участники или групповые заявки от двух до восьми человек. И еще раз повторюсь, что это все уровни государственного управления. Очень важный момент, который будет, наверное, важным во всех наших программах, в том, что в каждом проекте участвуют партнеры из трех стран. То есть, либо это может быть две северных страны, одна страна Балтии, или две балтийских страны, одна северная страна. В общем, как минимум три страны-участника. И также в этой программе принимают участие различные институты, то есть Северные институты сотрудничества. Как я тоже уже упомянул, у Совета министров северных стран много различных институтов и организаций, партнерских и подотчетных. Поэтому вот эта программа подходит и для сотрудничества с этими организациями. Принимающие учреждения или принимающая сторона, то есть заявитель должен обязательно связаться с принимающим учреждением, участвующим в этом проекте, обязательно согласовать точный график этой учебной поездки. И предложить нужно обязательно письма, соглашения, подтверждающие ваше сотрудничество. То есть, если вы только еще намереваетесь в какую-то организацию поехать и начать с ними сотрудничество, но у вас нет подтверждения от этой организации, то, к сожалению, вы принять участие не сможете или не получите подтверждения данного проекта. Для каких действий подходят подобные проекты? Они подходят для коротких учебных визитов или для более длительной командировки или стажировки. Это могут быть какие-то сетевые встречи. Ну и учитывая нынешнюю обстановку в мире, это могут быть также и онлайн-встречи, но тоже по обмену опытом. Учебный визит может проходить в каждой в стране от 3 до 10 рабочих дней. Есть более длительная стажировка или командировка до 20 рабочих дней в одной стране. Либо есть мероприятия, которые разделены на несколько частей, но должны быть выполнены в течение полугода. Какие затраты будут покрываться в данной программе? Это различные дорожные расходы, туристическая страховка, расходы на проживание и суточные. Как указано здесь, до 110 евро на человека в день из программы. Софинансирование проекта. То есть в этом проекте, который вы подаете в данную программу, вы можете получить до 60% поддержки данного проекта. И также нужно приложить письма, которые подтверждают софинансирование со стороны заявителя. И тоже, как указано, это 40% покрытия этих расходов. Выплата сумм поддержки, как и во многих фондах, и в наших в том числе, 85% суммы вы получаете после подтверждения вашей заявки. И оставшаяся часть, 15%, будет вам выплачена после того, как вы будете подавать уже отчет о этой командировке или этой поездке. Буквально одно такое слово о статистике. За прошлый год, как вы видите, всего было подано 50 заявок, было получено 46 грантов. И Эстония, ну, не в плохой позиции. 18 из них было из Эстонии. И общая сумма всех грантов составила 265,5 тысяч евро. Очень важный момент, который интересует всех, срок подачи заявок. Заявки можно подавать и отчеты в том числе на сайте, который вы увидите на ваших экранах. И срок подачи в этом году 30 марта. Поэтому, если вы еще на стадии идеи, то у вас есть возможность написать в эту программу и получить финансирование, возможность участия в этой программе. Вот так вот коротко про программу мобильности государственного управления. Я очень рекомендую всем, кто работает в госсекторе или в сфере местных самоуправлений, воспользоваться этой программой, поскольку она действительно дает возможность путешествовать. Я очень надеюсь, что скоро мы сможем путешествовать. Ну, или как минимум проводить онлайн-встречи для того, чтобы обмениваться опытом с коллегами из северных стран или стран Балтии, либо к ним съездить, либо к нам привезти на какие-то встречи и совместные мероприятия. В общем, как видите, программа пользуется популярностью. И очень хочется, чтобы и из северо-востока Эстонии тоже работающие чиновники в госсекторе и в местном самоуправлении воспользовались этой программой. На вопросы по этой программе в наших рабочих группах будет отвечать Мадис Канарбик. Эта работа начнется где-то в районе 15 часов там. Ну, а сейчас я с удовольствием хочу представить следующую коллегу. Это Мерле Кузк. Тере, Мерле? Мерле, здравствуйте. Я очень рада, что Евгений представляет программу, за которую я отвечаю. Да, у Мерле, наверное, самые популярные программы, за которые она отвечает, это сотрудничество некоммерческого сектора, то есть между некоммерческими организациями северных стран и балтийских стран, а также региона Балтийского моря. Я так понимаю, что здесь у нас очень много представителей некоммерческих организаций, поэтому я думаю, что эта программа будет полезна и вам в том числе. Значит, во-первых, в общем, кто может подавать заявки в эту программу? Неправительственные организации, некоммерческие организации, которые зарегистрированы в Эстонии. То есть это НКО и некоммерческие организации, либо целевые учреждения, естественно, которые действуют в общественных интересах и чья деятельность направлена на широкую целевую аудиторию, чем просто для членов своего общества, своего НКО или целевого учреждения. Но здесь есть исключение организаций людей с особыми потребностями, где членами являются непосредственные бенефициарии, скажем так, или целевая группа. Далее говорим о программе поддержки, сотрудничестве между некоммерческими организациями, ассоциациями, а также фондами стран Северной Европы или Северных стран и стран Балтии. Бюджет этой программы на 2021 год составляет около 60 тысяч евро. И как в основном все наши программы Совета Министров Северных стран, они заполняются на английском языке только и через электронные среды. В данном случае вы тоже видите сайт, где нужно подавать эти заявки. Что нужно указать в этой заявке? Очень подробную форму, бюджет, получить обязательно письма подтверждения. Как видите, эти письма подтверждения требуются во всех наших программах от ваших партнеров или участников. Обязательно план коммуникации. В этих программах очень важно, как вы будете рассказывать о своих действиях в проекте, как вы будете коммуницировать и с целевой группой, и с более широкой аудиторией, как вы будете оповещать всех о ваших действиях. Эта программа откроется сегодня и будет открыта до 15 марта, поэтому до 15 марта есть возможность написать проект и получить финансирование. Решение о поддержке обычно приходит в течение шести недель, и так же, как и в предыдущей программе, вы получаете после подтверждения 85% финансирования проекта сразу и 15% после подачи отчета. Отчетность также электронная и сдается через один месяц после окончания проекта. Самое важное, какие действия есть в этой программе? Это различные семинары, мастер-классы, налаживание сетей сотрудничества или нетворкинг в какой-то приоритетной области. О приоритетах вы уже слышали, которые, во-первых, будут приоритетны именно в этом году, пока председательствуют в Финляндии, но не только. Есть ряд программ, которые обязательно нужно учитывать, когда вы подаете ваши проекты. Об этом будет чуть позже. Также сюда подходят учебные поездки для обмена опытом или практикой, различные тренинги, семинары по обучению и исследовательские работы или исследовательские проекты. Так вот, чтобы ваш проект был успешен, чтобы он получил финансирование, очень важно соблюдать определенные правила, то есть что ваши действия проекта и, в принципе, ваш проект должен соответствовать различным приоритетам. Во-первых, есть так называемый Nordic Vision 2030 или видение северного региона до 2030 года. Есть также и другие приоритеты Совета министров северных стран. Во-первых, это или сферы целые, которые поддерживаются. Это гендерное равенство, дети и молодежь, та самая повестка 2030. И есть еще также документы, которые регулируют сотрудничество между северными странами и между Советами министров северных стран и странами Балтии. Вот если вы стараетесь максимально соответствовать различным приоритетам данных программ, то ваш проект будет успешен и он, скорее всего, будет поддержан. Я отдельно здесь вынес приоритеты именно из программы Совета министров северных стран «Видение до 2030 года». Это всего лишь одна из нескольких программ, которую вы должны учитывать. И все эти сферы, они всегда, так сказать, просвечивают в сотрудничестве северных стран и стран Балтии. Во-первых, это зеленая экономика и устойчивое развитие замкнутого, устойчивая экономика замкнутого цикла и все, что вообще связано с зеленой экономикой. Тот самый зеленый северный регион и продвижение зеленого роста в северном регионе и в странах Балтии. Ну и кроме того, поскольку северные страны, страны Балтии сотрудничают уже давно, то, естественно, укрепление культурных связей и улучшение взаимоотношений и взаимосвязей в этом регионе – это тоже один из главных приоритетов, которым нужно следовать. Далее перейдем к очень четким и основным условиям данной программы. Во-первых, размер поддержки на один проект составляет от 2700 евро до 13500 евро на один год. Естественно, можно составлять гораздо большие ходатайства и максимальный грант можно составить до 20000 евро. И так же, как и в других программах, здесь должны быть обязательно три северных или балтийских страны в этом проекте, то есть некоммерческие организации или сырьевые учреждения из этих стран. Это может быть, например, Эстония, одна скандинавская страна, одна балтийская страна. Заявки нужно описать, как будет обеспечена устойчивость проекта после окончания финансирования. То есть это не значит, что проект закончится и что будет дальше. Это тоже очень важный фактор. Маленькая подсказка тем, кто хочет писать проекты. Пожалуйста, указывайте, какие будут дальнейшие действия или развития даже после того, как проект окончится. Кроме того, предпочтение будет отдаваться тем, кто имеет заявку с софинансированием. Это может быть как финансовый вклад со стороны заявителя или же финансовый вклад от партнеров проекта-организации, либо спонсоров или доноров данного проекта. Как видите, отдельным пунктом здесь вынесено, что неденежные вклады, такие как помещение, рабочее время персонала, использование рабочего оборудования не считаются софинансированием. То есть софинансирование обязательно должно быть денежным или финансовым. Да, успешный новаторский проект это должен быть обязательно для того, чтобы вы получили грант. Еще очень важное одно замечание, упомяну его сразу здесь, в начале рассказывал о программах. Когда вы пишете проекты, не забывайте о том, что не только ваша некоммерческая организация или ваша сторона должна получить какую-то выгоду или пользу от этого проекта. Приоритет, опять же, будет дан тем заявителям или тем ходатаем, которые также думают и о выгодах, и о пользе других участников. И очень важно, что и северных стран тоже. То есть не только то, чему мы можем научиться у северных стран или какую пользу мы можем получить от северных стран, но и северные страны тоже должны в этих проектах и в этих действиях получить какую-то пользу. Как будут оцениваться данные проекты? Во-первых, соблюдение всех приоритетов, о которых я уже упомянул. Обязательно прочитайте все эти программы, хотя текстов там очень много, но тем точнее будут ваши проекты. Очень четко нужно будет описать, какую проблему вы будете решать, из какой сферы, каким образом, и как это будет соответствовать программе. Ну и дальше, в общем-то, весь проект, начиная от вашей идеи, цели, действия и завершения проекта, все должны быть очень связаны. Ну и да, здесь есть основные условия, которые, в принципе, я уже упомянул. И участие должно быть у всех партнеров, у всех проектах на равных. Естественно, постарайтесь сделать так, чтобы результаты были очень конкретными и очень четко измеримыми. Далее мы идем к программе, которая носит название, она чуть шире, и носит название «Поддержка некоммерческих организаций в регионе Балтийского моря». В этой программе помимо северных стран и стран Балтии еще добавляется северо-запад России и Беларусь. И в этом проекте может участвовать как минимум три некоммерческих организации. Одна из северной страны, одна из, например, стран Балтии или Польши. Польша тоже сюда входит. Плюс одна из северо-запада России или Беларуси. То есть каждый географический сектор здесь должен быть охвачен. Запрашиваемая сумма для проекта может составлять максимально 67 тысяч евро. Также электронное ходатайство. И здесь могу сказать, что если вы не знаете, кого взять в партнеры из северо-запада России, Беларуси или стран Балтии или северных стран, то по ссылке в информации на нашей странице Norden.ie есть также и база данных НКО региона Балтийского моря, где вы можете найти всех потенциальных партнеров. Срок подачи данной программы – май и июнь. И эта программа, хотя про нее тоже рассказывает обычно Мерли, но эта программа ведется секретариатом Совета Министров Северных Стран, который находится в Копенгагене. Поэтому, если вы хотите получить более четкие ответы на ваши вопросы, то лучше писать специалисту, который отвечает за эту программу. Он также указан здесь на слайде. И все вопросы адресовать непосредственно ему. Еще одна программа, тоже довольно интересная. И это программа мобильности скандинавских или севеространских организаций, НОИМ. Она сделана для того, чтобы прежде всего либо укреплять уже имеющиеся связи между организациями, либо создавать между властями, работниками, сотрудниками или участниками некоммерческого сектора и различными институтами под агентствами и организациями Совета Министров Северных Стран. То есть эта программа может включать в себя различные визиты, сетевые встречи, конференции, семинары, НКО с институтами или организациями Совета Министров Северных Стран. Срок подачи в течение года. И вот здесь есть основные условия для получения этого гранта. Во-первых, тоже есть база различных институтов и организаций Совета Министров Северных Стран для сотрудничества. Здесь предпочтение будет отдано небольшим группам. И если есть необходимость, мы также сможем помочь собрать эту группу, потому что знаем, какие есть вот эти подотчетные институты или организации Совета Министров Северных Стран. Но, несмотря на это, каждый член группы будет подавать отдельную заявку на участие в этом гранте. Продолжительность должна быть минимум 5 дней. И что очень важно, что вот эта поездка или конференция или семинар должна быть организована филиалом Совета Министров Северных Стран или какой-то из подотчетных организаций. Поддерживаются дорожные расходы эконом-классом, местный транспорт, также проживание и суточной общей суммой до 134 евро в день. И здесь грант будет покрывать 70% ваших затрат, то есть остальные 30% нужно будет покрывать за счет вашей организации. Здесь софинансирование не будет требоваться от представителей НКО. И очень важный момент, что здесь грант не будет покрывать расходы на заработную плату, аренду помещений или покупку какого-либо оборудования. И также заявления, отчетности, все действия по данному гранту у нас проходят в электронной среде и на английском языке. Это были программы, куратором или координатором которых является Мерле Кузк. Поэтому все вопросы, если вы записали их себе сейчас во время моего выступления, вы сможете задать Мерле во время наших рабочих групп. И еще одна большая-большая сфера, которую в нашей организации курирует Грета Коди. Терре, Грете! Терре, Грегила! Здравствуйте! Грета в основном курирует сферу программ культуры и искусства северных стран и стран Балтии. И здесь есть множество программ, поэтому все деятели культуры и искусства, профессиональные художники и организации, кто занимается творчеством, культурой и искусством. Пожалуйста, приготовьте теперь вы ваши ручки и бумагу для того, чтобы получить здесь важную информацию. Несколько программ. Во-первых, программа культурной мобильности северных стран и стран Балтии. Здесь есть несколько таких подпрограмм или модулей. Во-первых, это так называемые поездки, путешествия или командировочные, по-эстонски рейси тоэтус, то есть поддержка путешествий. Есть возможность получить поддержку на сетевые проекты. И есть деление. Это проекты краткосрочные или долгосрочные, краткосрочные до одного года и длительные проекты до трех лет. И есть еще так называемая поддержка творческих резиденций или резидентур. Обо всех этих программах я сейчас буду говорить более детально. Решение здесь о выдаче гранта принимает Центр северной культуры, который находится в Хельсинки, в Финляндии. Nordic Culture Point он называется. И также, как и все предыдущие заявки, они подаются в электронной форме и на английском языке. Начнем мы с так называемого рейси тоэтус или путешествия или командировочные. Во-первых, для кого подходит данная программа, данный грант? Это в основном все деятели культуры или искусства, но здесь очень важный момент, что это должны быть профессионалы. Если вам просто нравится рисовать, вы считаете это ваше хобби, но вы в эту программу, к сожалению, ходатайствовать не можете. Здесь только профессионалы, то есть профессиональные художники, писатели, переводчики тоже сюда подходят, деятели культуры, исследователи культуры и так далее. Для чего подходит такое путешествие или командировка? Для того, чтобы либо начать, либо продолжать сотрудничество в северном регионе, для того, чтобы изучать различия или сходства между северными странами и странами Балтии, для более художественного продвижения работ в регионе и также для участия в различных конференциях, творческих встречах, мастер-классах, семинарах и так далее. Сроки подачи вы видите на экране, их несколько. Ближайшие 8 февраля, затем 31 марта и 30 сентября. То есть три раза в год вы можете подавать заявки на участие в этом гранте. Ключевые условия. Поддержка будет выдана на так называемые командировочные, суточные. Сумма будет зависеть от того, в какую страну вы будете двигаться и количество дней. Продолжительность поездки на одну страну может составлять до 10 дней. И тот человек, кто поедет в эту командировку, в это путешествие, это должно быть одно лицо. То есть заявитель и тот, кто будет путешествовать, это одно и то же физическое лицо. Групповые заявки должны будут показывать какую-то связь между участниками. То есть они могут быть участниками одного художественного объединения, например. И все члены группы обязательно должны начинать и заканчивать путешествие в одно и то же время из одного и того же пункта. Поездка не может начинаться раньше, чем два месяца после крайнего срока подачи заявок. То есть вы не можете путешествовать, подав заявку. Вот подали заявку и сразу поехали. Заявка будет оцениваться по следующим пунктам. Во-первых, возможности сотрудничества, качество и содержание вашего описания. И также те самые северо-балтийские измерения или видения, которые предусматривают различные наши институты и подпрограммы. Здесь я также отдельно выписал, что есть это северо-балтийское измерение и в каком контексте вы можете получить поддержку. Если вы продвигаете или расширяете контакты, общение, сотрудничество между северными странами и странами Балтии, если присутствие усиливается северных и Балтийских стран в культурной жизни этого региона, если вы будете работать в сфере нахождения сходств или наоборот различий между странами северными или Балтийскими, то есть это какие-то исследовательские работы, либо вообще в принципе увеличивается знание о северных и балтийских деятелях культуры и искусства их работах. То есть это одно из важных вот этих измерений. Если вы подпадаете под эти пункты, то, скорее всего, вы можете получить данный грант. Далее мы перейдем к сети сотрудничества. Сети сотрудничества здесь для кого? Это могут быть организации, учреждения, частные лица, художники, производители, редакторы, исследователи. И для чего? Расширять контакты, обмениваться опытом. Это могут быть какие-то встречи, конференции, различные семинары, но и плюс для повышения ваших профессиональных навыков. Сети сотрудничества, как я уже упомянул, это проекты либо краткосрочные, до одного года, либо долгосрочные, до трех лет. И здесь вы видите сроки подачи заявок. Есть краткосрочные программы и сроки подачи в феврале и в сентябре, долгосрочные в феврале. Так что торопитесь, если есть какой-то проект более длительный, то его нужно постараться подать в ближайшее время, до 26 февраля. Краткосрочное сетевое сотрудничество до одного года. Ключевые условия здесь, как и в принципе в любой другой программе, куда вы будете ходатайствовать. Очень четкая цель, очень четкий график проекта. Сеть новых, новые формы сотрудничества. Сеть, которая создается для новых форм сотрудничества, создается для разработки каких-то художественных инициатив, новых процессов, новых проектов. И тоже обратите внимание, что должны участвовать не менее трех стран, либо северных, либо балтийских. И в сочетании, например, две балтийских, одна северная, две северных, одна балтийская. И здесь в данном случае грант на краткосрочное сетевое сотрудничество покрывает до 70% или до 20 тысяч евро бюджета. Проектная деятельность может начинаться также через два месяца после крайнего срока подачи заявок. Что касается долгосрочной сети сотрудничества, опять же, очень важно сформулировать четкую цель, график. И единственное, наверное, что отличается здесь, это сумма гранта. Здесь она 50% от общего гранта, от общей стоимости проекта. И в деньгах это может быть до 100 тысяч евро бюджета вашего. Дальше мы идем к творческим резидентурам или творческим резиденциям. Вот эта программа подходит для различных студий, ателье или самих резидентур. Для чего эта программа? Если вы являетесь такой базой, где вы можете принимать различных деятелей культуры, то вот эта программа для вас. То есть вы можете принимать художников, деятелей культуры, создавая им какую-то рабочую среду для того, чтобы они могли там творить или работать. И здесь данный грант покрывает расходы на проезд и проживание. И срок подачи очень-очень близок к 11 февраля. Что касается творческих резиденций или резидентур, то здесь индивидуальные участники или индивидуальные деятели культуры подавать свой грант не могут. Должны участвовать как минимум два участника. Заявитель выбирает, кого он приглашает, представляет возможности для проживания и трудоустройства профессиональных деятелей культуры и искусства. Должен быть очень четкий план действий и готовность, естественно, делать какие-то новаторские проекты и придумывать что-то новое. Но и художник или деятель культуры должен уметь работать в среде, встречаться с коллегами, заводить новые контакты и примерная продолжительность резидентуры от 2 до 4 месяцев. Дальше идет еще одна программа. Программа культуры и искусства. И здесь бюджет на этот грант составляет 2,3 миллиона евро в год. И эта программа подходит для художников, деятелей культуры, искусства, плюс еще организаций и организаций, которые сотрудничают с деятелями культуры. Эта программа подходит для разработки и тестирования новых проектов, новых процессов, новых идей, может быть, каких-то исследовательских работ, для каких-то презентаций будущих проектов или процессов. Но и для того, чтобы также повысить уровень, профессиональный уровень, уровень художественный, если мы говорим про деятелей культуры и искусства, в рамках каких-то семинаров, мастер-классов или конференций. В этой программе тоже решение принимает тот самый Центр Северной культуры, который находится в Хельсинки, и заявки принимаются на английском языке и электронно. До 8 марта первый срок подачи и до 13 сентября второй срок подачи в эту программу. Какие здесь есть особые условия для поддержки, получения поддержки? Опять же, должны участвовать не менее трех стран северных и также и стран Балтии. Здесь допускаются либо разовые проекты продолжительностью до трех лет или какие-то начальные проекты. Все, естественно, должно быть обосновано, согласовано с нашими приоритетами. И есть определенные пункты или критерии, по которым будут оцениваться данные проекты. Северное измерение – то, о чем мы уже несколько раз говорили. Как вы будете сотрудничать и как будет проявляться ваше сотрудничество? Насколько качественно будет ваш проект? Ну и важное слово, важный показатель в развитии всех северных стран является устойчивость. Насколько ваши действия будут в проекте устойчивы, насколько ваши действия будут устойчивы после завершения проекта. И здесь еще, если вы запутались, то мы можем объяснить, в чем разница программы по искусству и культуре и программы культурной мобильности. Программа культурной мобильности – это в основном какие-то встречи, это обмен опытом, обмен знаниями с другими людьми, либо с организациями, если вы собираетесь строить какую-то сеть сотрудничества. Что же касается программы по культуре и искусству, то, о которой я сейчас говорил, то это уже какие-то действия. То есть, если первая программа культурной мобильности – это выстраивание новых контактов или сети сотрудничества, проработка каких-то тем, подготовка к каким-то проектам, то программа по культуре и искусству – это уже какие-то конкретные действия, начинания, встречи, конференции, семинары. И в данной огромной сфере культуры и искусства вы можете всегда задавать вопросы либо моей коллеге, советнику Грет М. Коди, либо же писать в тот самый пункт поддержки культуры, который находится в Хельсинки. Ну и упомяну о том, что все наши программы, все те гранты, о которых я сейчас рассказывал, они находятся на нашей странице Norden.ee. Там есть отдельная ссылка, где прописаны все сроки, все программы, все возможные условия. И есть ссылки, которые ведут на различные ресурсы наших подотчетных организаций, или наших главных организаций. В общем, оттуда вы можете получить любую информацию. Кроме того, если вам нужна информация на русском языке, то вы всегда можете написать лично мне, спросить какие-то вопросы или моим коллегам, советникам. Они отвечают за различные программы. И я надеюсь, что вместе мы найдем самое лучшее решение для того, чтобы вы могли реализовать ваши проекты.